Я закончила на том, что современное образование докторанта, в общем, не предполагает того, что человек где-то там привязан к месту и каждый день ходит на работу, что это все довольно гибко. Ну, а как именно, я скоро узнаю. Я рассказала вам практически все. Я рассказала про, что такое современное образование докторанта. Пару моментов еще осталось у нас. Про деньги меня спрашивали и спрашивали про язык и про диплом. Поэтому я сейчас кратенько отвечу на эти вопросы, и мы с вами уже будем закругляться. Про язык и диплом. Спрашивали меня, нужно ли знание финского при поступлении в финскую докторантуру. Нет, не нужен. Образование – это интернациональная вещь, уж тем более научная деятельность, особенно интернациональная, она вся проходит на английском языке. На финском языке в Финляндии в основном только бакалавриат, магистратура в основном на английском, докторантура вся на английском. То есть, если у вас нет приличного знания английского, то в докторантуру вам путь заказан, поэтому учите английский, сдавайте кембриджский экзамен. Вы знаете, о чем я вам скажу. Поэтому, естественно, никакого знания финского от меня не требовалось. Конечно, у меня есть козырь в рукаве. Я знаю шведский. Это государственный язык Финляндии, хотя в Финляндии на шведском говорят только 5% населения, но тем не менее это государственный язык. И, ну, конечно, это немножко мне как-то добавляет, что ли, уверенности в себе. Но в Финляндии всё равно все говорят на английском, говорят очень сносно. Я, конечно же, я же лингвист, я же полиглот. Я планирую учить финский. Я думаю, что это будет очень весёлое приключение. Мне очень интересно, как я буду учить язык из совершенно другой группы, не германских языков, даже не индоевропейских. Никаких нет подсказок, помощи, прозрачности и так далее. Поэтому это будет весёлое путешествие. Но при поступлении нужно только показывать знания английского. И барабанная дробь. Про деньги меня спрашивали, что, сколько стоит. Шок-контент, как говорится. Сколько стоила подготовка и подача проекта? Спросили меня даже два раза. Шок-контент нисколько. Я не платила деньги ни за подачу своего проекта. И, как я уже говорила, научные сотрудники, они тоже не получают деньги от университета до того момента, пока докторант не принят официально на программу. И, соответственно, я им тоже, конечно же, ничего не платила. Они работали со мной с оптимизмом, что меня всё-таки возьмут, и потом уже они будут получать какую-то дотацию за ведение своего аспиранта. Вот. Поэтому первые деньги, которые я заплатила во всей этой истории, уже были в консульстве Финляндии, когда я платила взнос за получение разрешения на пребывание. И вот эту, собственно, визу, которую они сначала выдают для того, чтобы я могла путешествовать и въезжать в страну. Да, там сумма была достаточно приличная, но, тем не менее, это уже, скажем так, именно государственная пошлина за вот это вот оформление своего статуса. В университет я по-прежнему ничего не плачу и платить не буду, потому что обучение докторантов – это значит, что ни университет мне ничего не платит, ни я университет мне ничего не плачу. То есть обучение для всех граждан, не граждан, не ест, не важно, кто вы в докторантуре, на данный момент в Финляндии бесплатно. И изменится ли это в будущем, я не знаю, но сейчас это так, и поэтому мне кажется, что стоит, может быть, задуматься и попробовать воспользоваться этой возможностью. В университете я знаю, что нужно платить небольшой взнос за то, что называется student union, то есть это то, что вам дает обед по сниженным ценам, проездные вам дают и так далее. То есть вот этот студенческий профсоюз, ну, там какие-то цены, я даже не помню, какие-то там 30 евро в семестр, что-то такое, то есть это, в общем, можно пренебречь, что называется. Медицинскую страховку тоже докторантам платить не надо, это будет финское государство, я так понимаю, выплачивать. По крайней мере, пока что никакой информации не было, я специально на сайте посмотрела, что медицинскую страховку оплачивают только бакалавры и магистры. Докторантов пока ничего не хотят. Вот, поэтому самая большая статья моих расходов в моем обучении будет страховка на автомобиль, на котором я буду езжать, потому что со всеми изменившими обстоятельствами я тут узнала, сколько теперь стоит застраховать автомобиль, чтобы въехать на территорию ЕС, подобрала челюсть и поняла, что, ну, вот тут-то как бы и придется потратиться. Но, с другой стороны, такие условия, такая жизнь, такая реальность. Ну, вот надо будет платить за страховку, вот, поэтому ничего страшного. Вот, поэтому в университете на самом деле есть funding opportunities. То есть, например, если вы подаете на funding при подаче вашего заявления, вы можете стать в университете full-time студентом, и вы можете от университета получать зарплату, ну, деньги, финансирование на то, чтобы вам хватало на жизнь в Финляндии и так далее. Но я на это подавать не стала, потому что, во-первых, я все-таки не full-time студент, да, я буду part-time студентом. И, ну, опять-таки, это очень сильная привязка к университету, и, конечно же, больше ответственности, больше спроса, да, как бы, что вы сделали за этот семестр. Поэтому я все-таки, у меня есть своя работа, у меня есть своя школа, и мы очень много тут что еще делаем, планируем делать и активно работаем. Поэтому я себе на жизнь заработаю своим преподавательским бизнесом и своей деятельностью. Вот, поэтому мне это было неинтересно, но это существует, это есть, и поэтому, если, например, вы думаете, вам это актуально, да, funding opportunities тоже есть. Но мест спонсируемых еще меньше, чем мест, которые просто докторантские. Поэтому просто, вот как я, просто в докторантуру поступить несколько проще, чем еще и получить funding. Кажется, я все рассказала вам, и еще раз пронекламирую тот факт, что у нас 19 августа будет презентация курсов, и мы официально стартуем наш набор на новый учебный год. И я вас всех от всей души приглашаю туда, потому что я буду в этом году вести новые методические курсы. Информация о них поступит очень скоро в наши каналы, каналы о наборе. У нас есть канал только о наборе в ВК. Вы будете получать редкие, но очень меткие и ценные сообщения, ваши личные сообщения. Это наша будет рассылка. Или в Телеграме у нас тоже есть канал только о наборе. Там будет информация только о наборе. Там не будет наших экспертных постов, наших интервью и так далее, и так далее. Там будет только информация о наборе. Поэтому, если вы боитесь пропустить, пожалуйста, подписывайтесь в эти каналы. Мы вас не будем спамить, мы вас не будем дергать. Мы вам будем только высылать информацию, касающуюся набора, расписания, ценовых пакетов, презентации курса, записи презентации курса и всего остального. Мы в этом году готовим много нового интересного, поэтому, пожалуйста, не пропустите. Мы вам будем очень рады. Кажется, я рассказала вам все. И самое последнее, что я хочу вам сегодня посоветовать. Я, наверное, ни одного своего эфира не провела без того того, чтобы не посоветовать какую-то книгу. Поэтому, конечно же, я вам посоветую книгу. Если вы воодушевились сегодняшним моим разговором, пожалуйста, и хотите узнать, что такое PHD, поисходит ли это вам, с чего начать, как выстраивается работа, чего ждать, чего не ждать. Вот книга, которую я сейчас уже дочитываю. Видите, я там закладочки ставлю. Это самый, так сказать, самый большой бестселлер в этой сфере. Книга называется очень просто. How to get a PHD. Handbook for students and their supervisors. Авторы Philips and Pews. И это издательство Open University. Это издательство британское. Эта книга вышла уже в очень большом количестве переизданий. И это переиздание у меня в руках 22-го года, но я имела возможность купить его сейчас в Англии. В электронном виде, в интернете. Вы найдете более ранние издания этой книги. И они тоже хороши, потому что я начинала читать издания предыдущие, 2015-го года. И там, ну, в общем, не так уж много неактуального. То есть, опять-таки, это постковидное уже издание, да, потому что все-таки мир изменился, принципы опыта работы изменился. Очень-очень-очень полезная книга. Вот просто от души вам советую, если вы хотите вообще понять, что такое PHD. Я вижу вопрос, есть ли возрастные ограничения для PHD. Нет, эйджизм не пройдет. Поэтому вы можете заниматься наукой во столько лет, во сколько вы захотите, когда бы вы не захотели. И, опять-таки, для Европы это довольно типичная ситуация, что человек отучился, сделал паузу, поработал, сделал gap year, например, и потом пошел в магистратуру, потом, опять-таки, поработал, приобрел какой-то опыт, и потом пошел в докторантуру. То есть, я даже по Стокгольму помню, что у нас была масса PHD-студентов возраста 40+. И это было абсолютной нормой, абсолютно, потому что PHD уже понятно, что люди, как правило, с семьями, с детьми и так далее. Поэтому никогда не поздно. Если я вас смогла вдохновить сегодня, хотя бы начать об этом думать, я очень рада, потому что наука нуждается в ярких умах. И даже не только дело, не столько дело в ярких умах, а в том, что вам интересно, может быть интересно этим заниматься, вы этим горите, и это очень здорово. Потому что, как я прочитала из этой книги, защищает PHD не самый умный, не самый гений, а тот человек, который смог пройти весь этот путь и не сдастся. И меня это тоже очень вдохновило, потому что если уж вы доходите до защиты, если вы, например, написали уже три статьи, опубликовали его, или написали монографию, и выходите на защиту, то, скажем так, провалов защиты PHD бывает крайне-крайне редко, бывают какие-то там замечания и доработки. Поэтому побеждает не тот, кто хорошо бегает, а тот, кто хорошо бегает в мешке, или как-то там была старая шутка, старый анекдот. Поэтому и получают PHD те, кто способен на долгих дистанциях заниматься проблемой, не бросать, не отчаиваться, верить в себя, верить в то, что они смогут проложить эту дорожку, а дорожки в PHD, они все не протоптанные. Вы сами будете топтать свою дорожку, и вам научные руководители будут в меру своих сил помогать топтать эту дорожку. Но прямых путей там нету. Дорога не размечена, дорога не заасфальтирована. Вот, поэтому это сложно, но это очень интересно. И поэтому в науке открыты все пути, и наука принимает всех. На этой ноте я хотела бы еще раз посмотреть ваши вопросы. Кажется, вот здесь может быть... Вот, секундочку. Здесь у меня лежит iPad, и здесь я надеюсь, что мне наши замечательные администраторы скинули вопросы, которые я могла пропустить в эфире, особенно учитывая, что у меня прерывалась связь. Поэтому сейчас я... Оксана Пономарчук спрашивает, можно ли, не приезжая в Европу, подавать все только онлайн? Подавать? Да, безусловно. Инна Воробьева спрашивает, есть ли возрастное ограничение для PHD. Я на этот вопрос только что ответила. Если у вас еще будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях к этому эфиру у нас в паблике. И если так сложится, наберется какое-то количество вопросов, я с удовольствием еще раз сделаю в этом эфир. Я с вами прощаюсь до 19 августа, когда я надеюсь всех вас увидеть на нашем презентации курсов. И буду особенно рада приветствовать вас, как наших студентов наступающего академического года. И наши регулярные Эгни Анс будут выходить регулярно, раз в месяц, как всегда, с началом учебного года. Так что я желаю вам хорошего лета, приятных летних дней, вечеров и ночей. Берегите себя, берегите своих близких, берегите свое здоровье. Всех обнимаю. Большое спасибо за ваше внимание. Субтитры подогнал «Симон»